В Барановичах, так же как и в других городах, реализуются комплексные планы и программы благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов, ремонта и реконструкции дорог и дворовых территорий, фасадов жилых и общественных зданий. Дважды в год осенью-весной проводится месячник по благоустройству, во время которого проводится сезонная уборка территории. В этом году он заканчивается 1 ноября. Эзональный центр гигиены и эпидемиологии уже провел рейд, в ходе которого выяснилось, что не все предприятия и организации отнеслись добросовестно к поставленным задачам по наведению порядка. В октябре в адрес руководителей предприятий и частных лиц было направлено более 100 предписаний и рекомендаций по устранению выявленных нарушений. По результатам повторных обследований к нарушителям были применены штрафные санкции. Так, за октябрь к административной ответственности привлечены 15 руководителей и частных лиц на сумму около 15 миллионов рублей. Многие организации подошли к этому серьезно и выполнили все работы, которые были запланированы на проведение субботника. Однако отдельные организации к работам еще практически не приступили. Особенно, что касается пустырей, которые закрепили за организацией решениями исполкома. Особенно пустырь по улице Роза-Люксембург и пустырь, который находится за ледовым дворцом. К устранению выявленных там свалок еще даже не приступали. Также вопрос не решен своевременной очисткой контейнерных площадок, особенно по улице фестивальной, за магазином Евроопт, которая загромождена как растительными отходами, так и бытовым мусором. Одной из причин такого захламления контейнерных площадок является то, что и со всеми жителями города, особенно частного района, заключены договора на вывоз твердых коммунальных отходов. И поэтому все ближайшие дома, которые не заключили договора, не сносят вот на эти контейнерные площадки, где особенно граница жилого микрорайона и граница частного сектора. На сегодняшний день где-то около только 30% горожан, которые проживают в частном секторе, заключили договора. Вот это является проблемой. Если в центре города глаз радуют цветущие клумбы, зеленые газоны и чистые улицы, то на периферии можно увидеть совсем иную картину. Так выглядит контейнерная площадка по улице Фестивальная, расположенная неподалеку от продовольственного магазина. Такую неприглядную картину можно также увидеть и в любом гаражном массиве. Мини-свалки в таких местах обычная практика. И похоже, пока люди не начнут уважать сами себя и людей вокруг, искоренить такое явление будет трудно. Несмотря на штрафы, ситуация не меняется. Не красят город и пустыри. Один из них попал в поле зрения во время рейда. Это запущенная территория у автобусной остановки детский сад номер 13 по улице Тельмана. Ну, также проблемой является наше отношение горожан к своему городу. Потому что, если человек уважает свой город, он будет соблюдать и чистоту, и не будет выбрасывать мусор в неустановленных местах. Хотя бы бы сносить контейнерным площадкам, а не загромождать подъезды, улицы. Уже несколько раз мы с вами обговаривали то, что на прилегающей территории нельзя складировать строительные материалы и отходы. По санитарным правилам такие отходы должны храниться только в течение 72 часов. Но по городу много таких мест, где эти отходы хранятся месяцами и не убираются. Никто не хочет на свой участок завести эти строительные материалы, чтобы проводить ремонты или отделывать квартиры. Поэтому специалистами Барановичского зонального центра уделяется этому вниманию. Таким жителям даются предписания и рекомендации. После, если не устраняются, применяются штрафные санкции. Город – это общий дом. И как он будет выглядеть, зависит от каждого в нем проживающего человека, от его культуры, от его гражданской позиции. Увы, проводимый 26 октября субботник показал, что отдельные предприятия, организации, а также население города занимают пассивную роль в деле обустройства города. Отопавшие листвы молодой парк убирали во время субботника работники жилищно-коммунального хозяйства. На своих объектах в этот день работали студенты и военнослужащие. По словам специалистов ЖКХ, которые убирали территорию, прилегающую к Дому офицеров, остаются также непричастными к наведению порядка в этом месте арендаторы, которых здесь немало. Понятно, что участие в субботнике – дело добровольное, но требования решения грузполкома о проведении месячника обязательны для исполнения. Цель этого субботника тривиальна, это чтобы все предприятия всех форм собственности, которые не окончили работы в период месячника, выполнили все работы по благоустройству, как уборки собственных территорий, закрепленных территорий, прилегающих территорий. От нашего предприятия здесь более 40 человек, которые занимаются уборкой и вывозкой листвы с территории парка. За парком закреплена наша служба, служба санитарной очистки и уборки, но вы понимаете, что это объемы большие и выполнить их в короткие сроки, когда листвово упало до наступления зимнего периода, сложновато. Поэтому мы всем, скажем так, инженерным составом помогаем своему предприятию убрать парк. На всех наших службах, это служба озеленения, служба банного хозяйства, служба уличного освещения, проводятся субботники на своих территориях, то есть приводятся в порядок помещения, территория, гаражи. Также в Баранной и Черемстрой ведутся работы по окончанию благоустройства улиц. В настоящее время они работают на улице колхозной, скажем так, влаживают верхний слой асфальтолитонного покрытия. Еще одна составляющая благоустройства – освещение города. Оно включается и выключается по установленному графику, его работу регулирует автоматика. Бывают сбои, но в скором времени планируется создать компьютеризированную диспетчерскую аварийную службу, которая сможет оперативно реагировать на неполадки в системе городского освещения и вовремя их устранять. Нашей службой сейчас поставлен вопрос с организацией, разработчиком системы управления уличным освещением города Барановичи, о разработке и производстве станций управления для сельских районов, которые будут дешевле и будут позволять по GSM-каналу нам видеть на компьютере, что там происходит, включилась эта подстанция или нет. Пока у нас этого нет. И мы не видим, поэтому иногда часто, может быть, даже и справедливое нарекание горожан по вот этих вновь присоединенных территорий по вопросу состояния уличного освещения. Но со временем все будет налажено и будет так же, как в городе. В этом году зажглись фонари на улицах Скорины, Багрима, Домейки, в районе университета и сквера Карвата. Уже разработаны проекты по реконструкции уличного освещения улиц Русиновской, Жукова, Бульвара Бородинского, в планах улица Мечникова. Освещение города требует больших материальных затрат, но порой, как показывает практика, они тратятся впустую. Тому подтверждением разбитые фонари в районе 3-й гимназии и 16-й школы. Мне жаль этих людей, которые вместо того, чтобы пойти пострелять в тир какой-то, выбирают объектами для вандализма на наши светильники. Периодически, каждый год мы производим ремонты. В этом году мы решили заменить светильники, попробуем поставить шары из поликарбоната. Он вроде как не такой ударопрочный, получится, не получится, как у нас. Все будет зависеть от того, как отнесутся люди к сохранности всего этого. В городе порядка 9 тысяч светильников требуются средства на их текущее содержание и реконструкцию, а также на установку новых. Финансовые проблемы не позволяют пока заняться дополнительным освещением районов, присоединенных недавно к городу. И служба уличного освещения надеется на терпение и понимание людей, недавно ставших горожанами. Это в течение одного года не может быть сделано и поменено. Во-первых, для того, чтобы только поменять светильники на энергосберегающие, которые установлены в городе, придется поменять около 248 светильников. А это, учитывая даже производство Литского завода, это где-то порядка 180 миллионов рублей. Где-то эти деньги надо найти в городском бюджете, выкроить. А еще работы по замене этих светильников. Освещение – одна из самых важных деталей в благоустройстве любого пространства. Правильно подобранное оно создает комфорт, а грамотная подсветка помогает увидеть наиболее привлекательные элементы дизайна. Освещенные улицы – это также элементарный комфорт и безопасность. Вообще составляющих благоустройства много. Этим занимаются специалисты. Все делается для того, чтобы создать благоприятную жизненную среду и обеспечить комфортные условия проживания. Редактор субтитров А.Семкин